Покорение Измаила способствовало скорейшему заключению Ясского мира между Россией и Турцией. Ясский мирный договор закрепил за Россией все Северное Причерноморье, включая Крым, усилил ее политические позиции на Кавказе и Балканах. К России отошли земли между Южным Бугом и Днестром, по которому была установлена новая граница. На Кавказе восстанавливалась граница по реке Кубань. Турция отказывалась от претензий на Грузию и обязалась не предпринимать каких-либо враждебных действий против грузинских земель. Переговоры с Турцией начал вести Репнин. Возможно, из-за неверного представления взаимного положения сторон Репнин, по словам Безбородка, много напортил. Потемкин, узнав, что Репнин дурно ведет переговоры, бросился исправлять дело, но добиться более выгодных условий уже не удалось. В итоге, согласно яскому мирному договору, новая граница России и Турции стала проходить по реке Днестр. Остальные завоеванные территории, в том числе и Измаил, Россия возвращала Турции. Вскоре после заключения мира началась война с Польшей. В 1793 году произошел второй раздел Польши между Россией и Пруссией, по решению, принятому Гродненским сеймом. Пруссии отошли западные земли Польши и выход в море через Гданьск, а в пользу России отошли восточные земли, включая Волынь, Подолию и Минскую область. Но Екатерине II было тяжело, что не все русские области, которые раньше принадлежали русским князьям, вернулись в состав Российской империи. Тем не менее, она все же питала надежду, что в будущем сможет их вернуть. Второй раздел Польши нанес тяжкий удар по самолюбию поляков. Самые видные из них бежали в Лейпциг и пытались оттуда разжечь огонь революции. Повсюду стали появляться агенты с призывами присоединиться к заговору. Лидером восстания был выбран та девушка Стюшко, за плечами которого уже была война за независимость США. Когда волнения в Польше достигли своего крайнего напряжения, уже существовало около 700 кружков с 20 тысячами членов, готовых восстать по первому сигналу. Всего на территории Речи Посполитой располагалось порядка 18 тысяч русских войск. Этого количества было вполне достаточно, чтобы подавить назревавшие восстания, но власти не придавали большого значения зревшему мятежу и действовали бессистемно. В марте 1794 года Костюшко, прибыв из-за границы, поднял восстание в Кракове и разбил авангард под руководством Тормасова, который неосторожно и далеко выдвинул вперед деревню Радславица генерал-майор Денисов. Сам Денисов поспешил на помощь Тормасову, но было уже поздно. Костюшко благоразумно отошел в укрепленный лагерь близ Кракова. Победа эта вызвала всеобщее ликование во всей Польше и Литве, став предвестницей событий, которые впоследствии получили название «Варшавское за утренним». 6 апреля в 4 часа утра в Варшаве начался бунт. Мещане, заранее вооруженные и руководимые Килинским, вместе с польскими войсками бросились на русских. Хотя русские войска и успели взяться за оружие, но разъединенные, лишенные общего руководства и подавленные численным превосходством врагов, а их было более 20 тысяч, они погибали в узких улицах, поражаемые из домов и не имея возможности по местным условиям воспользоваться превосходством своим в военном деле. Ужасный шум распространился по городу, набатный звон гудел во всех костелах, выстрелы, свист пуль, мистовый крик убивающих доброни, бей москаля, кто в бога верует, бей москаля. Довольно было сказать в толпе на кого угодно и закричать, что он московского духа, толпа расправлялась с ним, как с русским. Опьяненный кровью поляк не знал теперь предела в своему неистовству, 500 человек 3 батальона киевского полка находились в это время в церкви для приобщения святых тайн и, конечно, были безоружны. Поляки ворвались в храм и перерезали большую часть солдат. Продержавшись два дня, русские стали пробиваться из Варшавы и по частям покинули город. Всего русские потеряли около 4000 человек. Вслед за Польшей поднялась Литва. В Вильне 12 апреля в половине первого ночи раздался пушечный выстрел, ударили в набат, забили в барабаны, город огласился криками «Доброни! Доброни!». Заговорщики, соединившись с толпами жителей, бросились на спящих русских солдат и частью перебили их, а частью, до тысячи человек, с их генералом и офицерами были захвачены в плен. Когда весть о резне достигла Петербурга, участь Речи Посполитой была решена. С началом боевых действий поляки по большей части стали вести партизанскую войну. Репнин же, веренные ему войска, дробил и действовал бессистемно. Тем временем Костюшко продолжал формировать армию у Кракова. Достаточно усилившись, Костюшко направил отряд под начальством генерала Зайончика в Холмское воеводство, как бы заслоном против русского отряда генерала Дерфельдена, шедшего с Волыни на поддержку русских войск в Польше. Кроме того, по всей Польше Костюшко организовал партизанские отряды. Он хорошо понимал невозможность для поляков одолеть хорошо устроенные регулярные войска противника в открытом поле, а потому положил их никогда не атаковать, принимать бой только оборонительный в укрепленных позициях при численном превосходстве. Зато широко развить партизанские действия, в которых поляки были искусны, да и знание местности должно было дать важное преимущество. Костюшко, наименованный генералиссимусом, провозгласил всеобщее вооружение, произведены разные поборы, удвоены налоги, армия организовалась и разделенная на корпуса сосредоточилась в важнейших пунктах. Собирались в разных местах и русские отряды, а другие готовились ступить в Литву с севера и востока. Главное начальство над всеми этими силами было поручено князю Репнину. Австрийцы собирали свои силы на Галицийской границе. Пруссаки двигались под личным начальством короля Фридриха Вильгельма II. Вынужденный партизанами Денисов отошел от паланца к щекотцинам на соединение с пруссаками, после чего объединенное войско там же разбило Костюшку. Последний был вынужден начать отступление в Варшаву через Кельцы и Родом. Затем сдался Краков, и генерал Дерфельден, перейдя Бук, разгромил Зайончика, занял Люблин и проник до Пула. Костюшка начал движение к Варшаве и благодаря медлительности союзников совершил его благополучно и в полном порядке. Ряд поражений, которые потерпел Костюшка, вызвали возмущение в Варшаве, но приведя туда свои войска, он навел там порядок. Успокоив Чернь, он занялся укреплением города. К этому времени к Варшаве подошел прусский король и блокировал ее. Однако осаду он вел вяло и нерешительно. Примерно в это же время на театре военных действий появляется назначенный туда Суворов. 14 августа Суворов с четырьмя тысячами человек выступил в поход из Немирова. Для обеспечения тыла в Немирове оставили генерала Дунина с восемью батальонами и двумя карабинерными полками. На пути следования Суворова лежало местечко Варковичи, туда он приказал стягиваться различным мелким отрядом. 22 августа Суворов прибыл в Варковичи, преодолев 300 верст. Сюда же успели подтянуться и все мелкие отряды, преодолев по 350 и 400 верст. Для оценки быстроты марша следует иметь в виду, что если бы Суворов шел с быстротой, которая была свойственна войскам того времени, то на преодоление этого расстояния ему потребовалось бы от 18 до 19 дней. Суворов преодолел это расстояние за 8 дней. Здесь, в Варковичах, были получены первые сведения о поляках, стягивавшихся в окрестностях Брест-Литовска. Надо было спешить. Между тем, обоз требовал починки, а запас провианта значительно уменьшился. Впереди не было ни складов, ни времени на их учреждениях. Суворов велел печь хлеб и исправлять повозки, что заняло два дня, а затем, 24 числа, выступил дальше. Сделав 150 верст по дурным дорогам, отряд остановился в Ковеле, 28 августа, где поджидал более двух суток отставшие обозы, которые вследствие дождливой погоды и разведенной по дорогам сильной грязи не поспевали. В Ковеле к Суворову присоединились еще два отряда, и теперь его корпус в полном составе простирался до 13 тысяч человек. Суворову было приказано двигаться на Брест, занять его и наладить там снабжение провиантом. Решив вопрос со снабжением и прибавив себе войска, Суворову надлежало двигаться к Праге, предместе Варшавы, чтобы занять ее и блокировать снабжение поляков, шедшее из Литвы. Тем временем стали приходить слухи, что в Бресте поляки усилились до 20 тысяч человек и готовились к наступлению. Суворов ускорил свой марш. Причем на первых порах внимания скрытности не уделялось, так как враг был еще далеко. Когда же русские войска стали приближаться к расположению противника, поход стал производиться в полной тишине. Войска двигались по пять часов без привала. Если же кто уставал, тот отходил в сторону и отдыхал. Кашевары шли впереди колонны, чтобы сэкономить время на приготовление пищи. На пути Суворова в 90-х верстах от Ковеля лежало местечко Дивин, куда продвинулся передовой польский отряд, состоявший из кавалерии. Сторожевая служба велась в нем так небрежно, а движение русских производилось так скрытно, что передовая партия казаков из 50 коней, подойдя на рассвете к Дивину, наткнулась на поляков, коих было от 150 до 200 человек, и тот же разбил их. Здесь Суворов узнал, что в Кобрине, за 35 верст отсюда, расположен авангард корпуса Сираковского, силою в 500 человек пехоты и кавалерии, а основные силы поляков собираются к Бресту. Генералы советовали Суворова выждать, пока казаки соберут по дороге к Кобрину более обстоятельные сведения, но Суворов не согласился. Он считал более предпочтительным накрыть неприятеля внезапно, чем движением партии открывать ему себя и свои намерения, и потому велел выкормить лошадей и идти дальше. Расчет Суворова оказался верным. Подойдя к Кобрину, когда еще было темно, а поляки спали, наши одним ударом разбили польский авангард, застав его врасплох. Если бы Суворов пришел часа на два позже, то он не застал бы уже противника в Кобрине, так как Сираковский собирался притянуть авангард главным силам и даже отдал о том приказание. Находясь в Кобрине, Суворов получил сведения от одного пленного, что Сираковский собирается атаковать русский корпус. Поверив этому, Суворов решил выждать атаку. Поляки, однако, не показывались. Тогда Суворов решился уже не выжидать их, а идти самому. В семь часов утра 6 сентября войска тронулись в путь. Казаки завязали перестрелку с польскими разъездами и захватили несколько пленных. Пленные показали, что Сираковский предпочел остаться на занятой им крепкой позиции за болотом, под защитой батарей, где находятся и теперь. Русские перешли реку Муховец. Пехота и артиллерия по мосту гонятся вброд. В 8 часов утра они были уже в трех верстах от неприятеля и перестроились из колонн в боевые линии. Поляки открыли артиллерийский огонь и своих орудий большого калибра. Русская артиллерия стала отвечать им часом позже. Польские войска были расположены за ручьем, по окраине топи. В тылу их находился Крупчинский монастырь. Вправо и влево подымались небольшие лесистые высоты. Перед фронтом было поставлено 5 батарей. Позиция была крепкая. Атака с фронта грозила большими потерями, а для обхода не хватало войск, потому что силы Суворова численностью уступали польским. Надо было прийти к какому-нибудь решению, и при том быстро, так как канонада продолжалась. Суворов решился обозреть местность вблизи. Он велел одному кавалерийскому полку атаковать часть польской кавалерии, отходившей к своей правой высоте, и сам отправился с атакующими. Конные егеря понеслись отважно, но через топ перебираться не могли, и польская кавалерия ушла благополучно. Тогда Суворов приказал пехоте вести фронтальную атаку, но только не прямо на неприятельскую позицию, а правее, ближе к их левофланговому холму. Затем части конницы взять влево и стараться перейти топ около тех мест, где это ей не удалось первый раз. Другой части кавалерии «большей» было приказано произвести обходное движение вправо. Пехота под начальством Буксгевдена бросилась вперед с сильным порывом, поляки участили артиллерийский огонь. В особенности досталось херсонскому гренадерскому полку, кортечь вырывала у него целые отряды. Он два раза смыкался, но не останавливался и не колебался. Впрочем, было бы еще хуже, если бы Суворов не выставил на высоте батарею из 14 орудий. Она порядочно вредила полякам и облегчала атаку. Болото оказалось глубоким и труднопроходимым. Солдаты разобрали попутные избы и с помощью этих вспомогательных средств они под кортечным огнем поляков перебрались через болото. Перейдя болото, пехота выстроилась под тупым углом к польской позиции и ускоренным шагом двинулась вперед. В виде, что русские переправляются и, стало быть, по переправе могут ударить во фланг, поляки, пользуясь продолжительностью переправы, тоже переменили позицию под углом к прежней и встретили русских готовым фронтом. Русский удар в штыки был жестокий. Поляки защищались большой храбростью и упорством и несли большую потерю в людях в рукопашном бою. Потом появились между ними признаки ослабления энергии. Некоторые бежали, торопясь укрыться за стенами монастыря, где они были настигнуты и переколоты. Сироковский построил колонны в каре с конницей по флангам и начал отступление тихо, шаг за шагом. В стойкости поляков, однако, грозило новое испытание. Почти одновременно на обоих их флангах появилась русская кавалерия. Четыре конных полка, посланные вправо под начальством генерала Шевича, сделали довольно дальний обход и перешли болото с большим трудом, спешенные, ведя лошадей в поводу и устилая топь древесными ветвями и валежником. Несмотря на появление кавалерии, поляки продолжали отступление медленно и в порядке, поддерживаемые огнем своей многочисленной артиллерии, которой русские могли противопоставить лишь четыре полковых орудия. Но пехотные и кавалерийские атаки русских учащались, сменялись одна другое, производились со всех сторон, и поляки несли большие потери. Тем не менее, поляки все-таки добрались до опушки густого леса и перед закатом солнца втянулись в лесную чащу, где русские не могли уже продолжать деятельного преследования.